Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Ну что, продолжаем наш проект, в котором мы говорим о деньгах и о событиях, которые влияют на деньги как в странах, как на континентах, так и в наших кошельках. Сегодня мой гость, инвестиционный банкир Dragon Capital Сергей Фурса. Сергей, здравствуйте. Приветствую. Да, начинаем. Сергей, первый вопрос. Вот, ну, война, очевидно, для боевых действий, которые планировались на три дня и должны были завершиться через этих три дня парадом на Крещатике, она как-то затянулась. И вот у меня вопрос такой. А какие вот вы видите последствия в целом для мировой экономики за это время? Потому что, мне кажется, ну, вот эту трехдневную войну начинают ощущать все. Тут очень сложно, потому что смешиваются два фактора. Экономика и так подходила к опасной черте, и так инфляция существенно росла. И она была рекордная уже на начало войны. И теперь вопрос, стала ли эта война Путина черным лебедем для мировой экономики, которая подвинет в сторону рецессии. Или ее влияние не такое значительное. На самом деле посчитать очень сложно, потому что сама по себе Россия, ну, не занимает такую же значительную роль в мировой экономике. И влияние сейчас, если есть, только на рынке энергоресурсов. То, что касается цены на нефть и на газ, но скорее цены на нефть. Газ – это более локальная европейская история. Поэтому точно, что война влияет на экономику Европы. Потому что, вот это то, что недавно признал Боррель. Что модель европейской экономики, которая базировалась на том, что покупаем дешевые энергоресурсы в России и продаем дорого в Китай, она перестала работать. И поэтому сейчас для Европы риск рецессии достаточно велик. Но беда в том, что определить, что это именно война, сложно. Потому что и так, в связи с инфляцией и необходимостью борьбы с инфляцией, которая включала в себя бы рост ставок, Европа и так бы подходила к риску рецессии, особенно учитывая большой уровень закредитованности в ряде южных европейских стран. Поэтому определить, что кризис спровоцируется именно войной, очень сложно. Война, безусловно, добавляет рисков сценария рецессии. Вот так, наверное, можно сказать. Она может стать черным лебедем для мировой экономики, спровоцировав новый финансовый кризис. Но влияние ее в целом на экономику не такое значительное по сравнению с инфляцией. Это прикольно, что все-таки Украина не только центр Европы, мы центр мира. Потому что очень много этих событий отталкиваются от нас. Это вообще, как это, украиноцентричная модель. Мы же такие, в основном, ориентированные вовнутрь. И вот эта ориентация вовнутрь, она как-то потянула всех. Смотреть в сторону Украины и, понятно, в части боевых действий. Но я хочу посмотреть на наших соседей. Потому что, что бы там ни говорили российские маньяки, которые заявляют о том, что они ведут войну с НАТО, и вот еще чуть-чуть его победят, это НАТО. А НАТО пока все-таки не один натовский солдат. Мне кажется, может быть, кто-то и приходил сюда к нам в гости, сопровождая военные грузы, что не доказано. Но точно никто не погиб. В отличие от 65 тысяч российских и молодых, и не очень молодых мужчин. Вопрос такой. Как вы видите влияние этих событий на Мордор, на Россию? Потому что мы все ждем падения от санкций. Но объективно Россия, может быть, она небольшая, а длинная сильно. Экономика, соответственно, у нее такая. Вот с лагом полгода, вот с сегодняшнего момента. Вы как бы оценили их будущее? Для них сколько это будет стоить? Для них это будет стоить очень-очень дорого, если они вдруг не изменят в ближайшее время свое поведение и не поменяют условного Путина на условного Навального. Если это не произойдет, это очень такой гипотетический сценарий, то Россия идет по пути приватизации и деградации. Причем тут цифры ВВП не очень показательные в моменте, потому что пока у них есть деньги, они этими деньгами забрасывают все вокруг. Но само изменение России, которое воспринимается теперь как фашистское государство, причем не только внешним миром, но и внутренним во многом, оно меняет полностью портрет экономики. И меняет портрет экономики, который не рабочий в 21 веке. Фактически Россия идет по пути Ирана, только тут будет такой православный халифат, а это не подразумевает собой современную экономику. И тут показательно вот, что на самом деле все цифры, которые сами русские говорят. Сейчас падение не такое значительное, опять же это может быть чисто математика, потому что, например, в том же ВВП обычно, когда вы считаете, отнимается импорт. И сейчас импорта в Россию нет, опачки и ВВП формально высоки. Но это чисто математическая история. Влияние на экономику гораздо больше. Но даже если мы будем отталкиваться от ВВП, о чем они говорят, что Россия на уровень начала войны вернется через 10 лет. И тут фишка в том, что за 10 лет весь мир пройдет большой путь. За 10 лет страны, как а-ля Россия или, например, а-ля Украина, по идее должны увеличивать свое ВВП в два раза. И таким образом российское ВВП через 10 лет будет в два раза меньше, чем оно могло бы быть. И вот это уже показатель чувствительности тех изменений, которые происходят. Потому что в моменте в ресторанах Москвы может быть все быть. А для бурятов ничего не меняется. Они жили плохо и будут жить плохо. Но путь деградации и примитивизации, на который стала Россия, он играет роль не только сейчас, но и в очень долгосрочной перспективе. Это такая неотвратимая модель скачивания куда-то глубоко-глубоко-глубоко. Ну, кто-то скажет, а что Иран? Прекрасно, живут 40 лет под санцами. Вот шахиды производят, достаточно эффективные, как показало время. И мне вообще иногда кажется, что они, вот это вот крыло Кремля, которое сейчас берет верх, и которые там промыли мозг президенту, или он это сам себе сделал, но не суть. И вот эта изоляция, в принципе, абсолютно осознанный шаг в том плане, что они тогда сохраняют власть, потому что везде враги, внутри враги. Главное, чтобы гильотина работала. Ну, у них это по-другому будет выглядеть, не так гуманно. С точки зрения их мотивации, мне сложно судить. С точки зрения качества жизни людей, однозначно. В Иране люди живут гораздо-гораздо хуже, чем они могли бы жить. И те санкции, которые действуют на Иран в последние 10 лет, привели к огромной инфляции за этот период. И инфляция, девальвация, уровень жизни иранцев низкий. Просто мы живем в 21 веке, и тут даже Северная Корея может выживать. Потому что технологии развития общества позволяют людям не умирать с голоду, даже в очень бедных странах. Вот так. Поэтому будут ли там россияне умирать с голоду? Ну, скорее всего, нет. Но отрыв их от цивилизации, то вот сейчас мы это видим в технологическом преимуществе. То, что проявляется очень сильно на поле боя. Потому что на два поколения оружие американское лучше, чем российское. И этот процесс просто будет продолжаться. И он будет касаться всех элементов жизни, простого или непростого россиян. Поэтому Путину, например, и Патрушеву может быть и по барабану. Я не знаю, да. Но людям, которые живут в России, это точно не по барабану. Потому что эта изоляция влияет на их уровень жизни, на их качество жизни. Вот качество жизни, причем людей, которые уже испытали нормально. Потому что вот если мы вернемся в первобытный строй, человеку, который живет в пещере, для счастья не нужен телевизор. Потому что он не знает, что такое телевизор. Ему и в пещере, в общем-то, норм. Но если нас с вами сейчас кинуть в пещеру, то нам не понравится. Более того, ну такой пример. У Людовика XIV было больше власти, чем у нас с вами. Гораздо больше, прямо скажем. Но жил он хуже. Чисто качество его жизни было гораздо хуже. Поэтому вот этот уровень жизни, который в России сейчас из-за изоляции, в основном из-за изоляции. Все санкции, которые работают, ключевые – это изоляция. И в дальнейшем это будет значительная деградация. Поэтому для общества в целом это будет трагедией. Для, может быть, десяти человек в Кремле это будет гарантия удержания власти. Но опять же, процессы, которые ты начинаешь, запуская войну, они такие непредсказуемые, что спланировать это все просто невозможно. И кого выкинет, кого подкинет. Те изменения в ментальности общества, которые есть, даже невозможно предсказать. Да, и не станешь ли ты, как Робеспьер, сам жертвой своей гильотины. Да, варианты возможны. Я, вы знаете, Сергей, хочу вас поправить в части того, что американское, но украинское оружие – это все-таки, мне кажется, важно. И при этом сразу хочу пригласить всех подписаться на мой YouTube-канал. Это всегда важно и приятно. А вопрос такой, вот о бабле. Сейчас Путин проводит мобилизацию. Российские солдаты, как ни странно, начинают в достаточно больших количествах умирать еще до приезда в Украину. Не знаю, кто оттуда приедет. Но все-таки у этого явления, кроме социального, то, что они там все завыли, начали политикой интересоваться, начали сомневаться в маньяке, ну, в смысле, в президенте. Мобилизация стоит денег. То есть, вот то, что мы говорили, это все-таки чуть-чуть дальше. А вот сейчас, вот эти вот мобилизационные мероприятия, как они на них скажутся? Ну, посчитать точную сумму я не могу. И никто не может. Направление, очевидно, это негативное. Тут есть два элемента. Влияние негативного мобилизации. Особенно мобилизация, которую общество не воспринимает как справедливую. Это тоже важно. Первый момент, это просто затраты на эту мобилизацию. Это дорого. Как ни крути, это дорого. Это затраты бюджета. Бюджет, который уже стал дефицитным. И это случилось еще до санкции на нефть. Это первый эффект. Но он не такой значительный, как эффект на экономику в целом, от того, что происходит во время мобилизации. Во-первых, сотни тысяч людей бегут из России. Точную цифру мы не знаем. Там было 400 тысяч, 700 называлось. Ну, даже из 500 тысяч человек. Это 500 тысяч человек. Достаточно высокообразованных, квалифицированных. И главное, до этого зарабатывающих денег. Они эти... Вопрос... У нас после пандемии, мы в Украине это сильно увидели, научила работать удаленно. Может быть, они, уехав даже в Грузию, в Дубай и так далее, будут работать в России удаленно. Но тратить эти деньги, которые они зарабатывают, они будут не в России. И вот тут это будет удар, скорее, уже по малому и среднему бизнесу, который зарабатывал за счет вот этого креативного класса, который частично сейчас бежит. Уже мы услышали новость шикарную. В России вы знаете лучше гораздо, чем я. Есть этот магазин Азбука Вкуса, который такой... Да, я там затаривался много лет. Там вкусный борщ продает готовый. Это я могу на правах не рекламы сказать. Продавали сейчас, не знаю. Вот, и они сейчас жалуются, что их аудитория существенно уменьшилась, что их покупатели просто уехали. И они это чувствуют уже на себе. Вот это пример, как влияет мобилизация. Плюс мобилизация, затрагивая 300 тысяч, условно, я не знаю, сколько они, пугает несколько миллионов людей, которые вместо того, чтобы работать, начинают избегать этой мобилизации. Русские очень часто забрасывали к нам пугалки про то, что в киевском метро ловят людей, вручают повестки и так далее. Они это делали постоянно, пытаясь расшатать общество. Но парадоксально, что это сейчас происходит в России, причем с видео, да, причем, ну, то есть это происходит. И это же стрессы, и люди начинают, вместо того, чтобы идти на работу, сидеть дома, не выходить, потому что страшно, что там случится, меняют свое поведение. И это уже будет касаться не 300 тысяч людей, и даже не 500 тысяч, условно, которые выехали, а миллионов других людей. И это все влияет на экономику. Посчитать этот эффект невозможно, да. Мы можем понимать, что это негативно влияет. Как дорого это будет стоить, мы не можем просто представить. Причем очень много процессов, сложная модель. Но мы понимаем, что это крайне негативная история. И негативная она даже не от самой мобилизации, а от того, как эта мобилизация проходит. Ну, это Россия, у них частенько вот такие мероприятия, они проходят через букву «Ж», а вторая «О», третья «П», четвертую все знают. Ну, наверное, я смеюсь, почему? Потому что, вот вы правильно отметили, что вот все вещи, которые они произносят в адрес Украины, каким-то магическим случаем реализуются в самой России. То есть, если они называли нас нацистами, то сами стали нацистами, причем для всего мира. И смотрим там последнюю Генассамблею. Кто считает, что Россия нацистское государство? Весь мир, пожалуйста, вот документ. Я хочу еще про одну экономику соседнюю спросить. Это экономика Республики Беларусь. И тут я сразу хочу зрителям объяснить. Тут будет вопрос и об украинской экономике. Но это не имеет никакого отношения к этому, к логике Нобелевского комитета, который там объединил три страны. Здесь, почему я о трех государствах хочу поговорить, потому что три государства ведут войну. Потому что НАТО, о котором мы вспоминали, они войну не ведут. Оружие нам поставляют, боеприпасы поставляют. И правильно делают. И, очевидно, будут продолжать. Но в войне они не участвуют. Вот как вы думаете, вот, 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 а, если белорусская экономика, осталась ли она в принципе, или это уже предаток россиян? И, вообще, вы верите, что вот когда-то, скажем так, мы вернемся к торговле с белорусами? Сложно сказать насчет торговли с белорусами когда-то по поводу белорусской экономики. Ее реально нет. У Лукашенко есть имитационная модель. Он изначально хотел строить китайскую модель экономики. Правда, у него не хватало одной мелочи полтора миллиарда китайцев. И, де-факто, российская экономика постоянно датирует белорусскую. Белорусской не существует. Она неэффективна. И все, что делает Лукашенко, это, подыгрывая Путину, в той или иной мере, получает от него бабло для поддержания вот этой самой белорусской экономики. Потому что у них не прошла приватизация, у них большая доля государства. Это все неэффективно. Они работают на склады, либо продают дешевле, чем оно стоит изначально. Все это финансируется государственными банками. Государственные банки берут у государства, а государственные берут у России. Поэтому вся вот эта вот имитационная модель, которая есть в Беларуси, это чисто рыба прилипала, которая висит на российской экономике. И Лукашенко это прекрасно знает. Именно поэтому он так лебезит перед Путиным, оставаясь единственным, фактически верным ему союзником. Все дело в бабле на самом деле. Забрать поддержку белорусской экономики и все рухнет. Одно время как-то Лукашенко пытался смотреть в сторону МВФ и так далее, но МВФ дает простые вещи, ребята, у вас нет экономики, вы должны ее запустить, делаем реформы. Эти реформы для Лукашенко неприемлемы. Там и приватизация, и в том числе и либерализация многих вещей, которые лишают власти самого Лукашенко в итоге, в конце. Плюс они на первых порах будут непопулярны. Гораздо удобнее брать в России деньги, строить дороги и говорить всем вокруг, в том числе долго это украинцам работало. Смотрите, какой Лукашенко мудрый хозяйственник, у него хорошие дороги. Эти дороги оплачиваются российским бюджетом. Эти дороги результат российской нефти. Поэтому белорусской экономики нет. И одно время он пытался заигрывать с IT-сектором, у него даже это получалось, но узурпация власти и репрессии, это все разрушено. В этот момент, кстати, Украина очень сильно выиграла, потому что мы наряду с поляками и с литовцами смогли привлечь десятки тысяч белорусских айтишников. И это очень помогло нашей экономике, потому что IT-сектор последние годы перед войной оставался значительным драйвером экономики. Ну и сейчас помогает ей держаться плюс-минус хорошо, потому что айтишники в основном ориентированы на экспорт, и они мало зависят от внутренней ситуации. Вот у Лукашенко все с айтишниками закончилось, весь этот короткий роман, и все. Экономики нет. Вот реально нет. Это имитационная штука. И как только режим в России перестанет финансировать по любым причинам, это рухнет просто с громадным грохотом. А как вы думаете, вот в приоритетах российского правительства, ну, на самом-то деле Путина, я когда смотрю на приоритеты российской власти, понятно, на войну они будут находить деньги, ну, так устроен режим, на Чечню будут находить деньги, а вот на Беларусь, то есть, что важнее в плане дотаций для Кремля, все-таки Чечня или Беларусь? Мне кажется, Чечня. А вот вообще можно ли такими, ну, скажем так, политическими категориями размышлять об экономических дотациях? Ну, пока что просто так вопрос не стоял выбирать Чечню или Беларусь, потому что деньги были и на Чечню, и на Беларусь. А когда вопрос станет, это уже будет вопрос, наверное, внутренней кремлевской политики, что им важнее, удержать единственного внешнего союзника или разбалансировать внутреннюю систему и вызвать очередную войну с кадыровцами, которые значительно укрепили себя. Тут, скорее всего, да, сначала обрежут финансирование Беларуси. Но пока что на данный момент у них еще деньги остаются. И это же приоритет поддерживая наличие хоть какого-то союзника, такого как Беларусь. Плюс с точки зрения военных действий, вот это наша большая граница с Беларусью и то, что оттуда может лететь постоянно. Для них важно иметь возможность делать нам нервы тем, что там стоит большая группировка и а-ля имитирует, что скоро она пойдет. И то, что оттуда может прилетать, перегружая нашу ПВО и залетая с тыла фактически. Поэтому пока они будут финансировать, пока деньги есть. Пока мы видим, что у них деньги есть, к сожалению, еще на финансирование там Орбана условного, на заигрывание с Эрдоганом. Но эти деньги имеют свойство заканчиваться. Вот тут важно, конечно, как повлияют санкции на них, потому что сейчас, нефтяные санкции, потому что сейчас бюджет России полностью, полностью зависит от нефтяных доходов. А вот когда денег уже не будет и исчерпается даже фонд национального благосостояния, вот тогда будет интересно, что они будут делать, будут ли они печатать, например, больше рублей для финансирования и Чечни, и Беларуси. Надо просто понять, что Беларусь небольшая экономика. Там всего 10 миллионов людей, я не знаю, сколько осталось, потому что часть уезжала. это не так дорого относительно других затрат. Поэтому они могут себе позволять финансировать пока Беларусь. Вы, когда говорите о ценах на нефть, я правильно понимаю, что речь идет о вот этой граничной цене на нефть, о чем говорит G7, ну и Запад в целом. Как вы думаете, это заработает модель, что вот российская нефть, вот цена такая-то. Покупаем только за эти деньги, если нет, до свидоса. Смотрите, у меня большое разочарование с этой граничной ценой, потому что на прошлой неделе, получается, Гелл назвала цифру, и эта цифра прозвучала как 60 долларов за баррель. Беда в том, что, если мы возьмем в сентябрь, то в сентябре Россия продавала нефть за 61 доллар за баррель, средняя цена. Таким образом, это, конечно же, случилось на фоне снижения цен на нефть и так далее, но 60 и 61 доллар. Цена 1 доллар вряд ли сильно повредит российскому бюджету. Поэтому пока что, к сожалению, потолок это скорее попытка избежать значительных изменений на рынке нефти, роста цен и не дать России заработать дополнительно. Но это не бьет по текущему. То есть, это не делает их позицию сильно хуже по сравнению с теми самыми сентябрьскими данными, поэтому тут разочарование. В целом же, посмотрим, как с работ 5 декабря включаются нефтяные санкции, когда Европа перестает покупать. И там уже просто чисто интересно посмотреть, как Россия сможет перенаправить эту нефть на другие рынки. Потому что иногда Путин очень ругается по зерновой сделке, в том числе потому, что им действительно сложно продавать свое зерно. На зерно санкций нет, но все 10 раз подумают перед тем, как будет делать с Россией, чтобы не попасть по вторичные санкции. И поэтому им просто физически тяжело продавать свое зерно, свои удобрения. Посмотрим, будет ли такая же история с нефтью. Ну и надо все-таки подчеркнуть, что вот эта зерновая сделка, она им тоже выгодна. В первую очередь она им в финансовом плане выгодна. А то они тут рассказывают нам, что мы сейчас это прикроем, и это позиционируется как односторонняя уступка Украине, ну и вообще миру. Это же не так. Ладно? Нет, она им вообще не выгодна на самом деле. Я думаю, подозреваю, что Китай и Индия сыграли значительную роль, склонив, заставив Россию пойти на зерновую сделку, потому что они в итоге ничего не получили, а Украина получила очень много. И когда мы говорим о войне как противостояние экономик, в том числе как войны на истощение, то для нас это было очень-очень важно и для нашей экономики было очень важно. А россияне за это ничего не получили. Не знаю, ребята, которые работают в Стамбуле, говорят, что их переговорная группа тоже держится за это. То есть они не хотят, понятно, что так как это в голове одного человека, он может в любой момент все это обвалить, но в целом пока у них позиция такая, что они тоже держатся. Сергей, я хочу вот про это про эти санкции поговорить. Ну, вопросов а-ля там телевизор победит холодильник не будет, потому что никакой битвы это и не было, это все политологи придумали ни в 14-м году, ни сейчас. Но вот наступит момент, когда Беларусь и Россия как два или как одно не поймешь, фашистские государства будут идти вот в санкционном давлении рядом. То есть полная блокада там и по банкам, и по свифтам, ну, в целом. Или они будут диверсифицировать вот это белорусов по отдельно, а россиян отдельно. Или не так, не белорусов, извините, Путина и Лукашенко. Это все-таки есть разница. Ну, вопрос, это вопрос политический, сложно понять. Это решение в основном принимается в Брюсселе и в Вашингтоне. Иногда делаются послабления для Лукашенко и для белорусской экономики. Но, опять же, учитывая, что Лукашенко это предаток, и белорусская экономика предаток российской, то санкции на Беларусь не так важны, как санкции на Россию. Потому, что санкции на Россию в том числе влияют и на белорусскую экономику. просто уменьшая возможности российского режима финансировать Беларусь. Сергей, давайте теперь вот о нашем хуторе, большом-большом хуторе от Севастополя до Чернигова и, соответственно, от Красного Луча или как он там сейчас называется, до Ужгорода. Ну, мне так кажется, что у нас в Украине после войны изменится все. И в первую очередь структура экономики. Правильно, мне кажется? Или все-таки вот оно все успокоится и вернется на круги своя, когда там немножечко мы торгуем тем, что выкапываем из земли, причем я говорю не о сельском хозяйстве. Сельское хозяйство, чтобы выкапать, надо постараться очень сильно. Торгуем там рудой, там еще что-то. Вот как вы видите будущее наше в этой войне на на истощение, на выживание? Я не думаю, что существенно изменится модель украинской экономики, честно говоря. Она менялась постоянно и так на самом деле. Мы видели там сравнивать кризис восьмого года и четырнадцатого и сейчас, когда в восьмом году мы всецело зависели от металлургии, а сейчас уже металлургия стоит фактически, но есть аграрка, есть айти, есть другие сферы. Поэтому есть какое-то естественное развитие украинской экономики. Я не думаю, что война существенно, существенно повлияет на эту динамику. Вопрос, конечно, как сильно повлияет на нашу экономику план Маршалла, как много денег войдет и какие новые отрасли оно сформирует и сформирует ли вообще. Но в целом я не думаю, я не вижу каких-то значительных серьезных изменений. Это стресс, это удар и долгосрочная проблема, например, после этой войны останется это демография. Демография это наша самая большая экономическая проблема на ближайшие десятилетия. Вы имеете в виду то, что люди уехали, уехали из-за войны беженцы, которые станут гражданами других стран. Большой процент очевидно точно не вернутся. Ну вот какой процент не вернется в целом зависит от продолжительности войны, потому что чем дольше, тем меньше вернется. Это то в первую очередь. Плюс на самом деле даже до войны у нас были демографические проблемы, у нас очень мало людей, которые работают и много пенсионеров. И на самом деле до войны в Украине не было проблем безработицы слова совсем. Вот вообще ее не было. Была проблема у бизнеса найти людей. Вот это было актуально. Сейчас, понятно, все изменилось, потому что большой удар по экономике, безработица сильная, но как только война закончится, все вернется к предыдущему сценарию, а в этом сценарии нам нужны рабочие руки, ну рабочие головы уже даже скорее. Поэтому так важно было то, что случилось с белорусскими айтишниками, то, что мы их все перетянули. И вот после войны Украина столкнется с вызовом, которому, по-моему, украинское общество не готово, а именно привлечение мигрантов. Нам крайне нужны будут мигранты. Рабочие руки, рабочие головы. И без этого нам развиваться как-то будет очень сложно. Из каких стран будем приглашать людей? Ну вот, во-первых, государство должно само взять это в свои руки, чтобы этот процесс был не хаотичным. И мы сами определяли политику, а какого качества людей мы хотим привлечь и из каких регионов мы их хотим привлечь. Тут парадоксальный вопрос в том, что, например, теоретически для адаптации социальной нам можно было бы брать белорусов и россиян, но я не думаю, что с моральной точки зрения мы будем пускать к себе российских гастарбайтеров. Белорусских скорее всего будем, и вот это важно будет для нас, они будут важны. А в дальнейшем кто может поехать в Украину, если посмотреть на потоки и посмотреть на глобальное потепление, что тоже важно, потому что оно будет выгонять людей из ряда регионов, где жизнь будет становиться нестерпной, то это Азия, это Средняя Азия и это Дальняя Азия а-ля Филиппины, Индия, Бангладеш, Пакистан. Вот эти регионы могут стать донорами для Украины, в том числе, например, Афганистан. И тут важно, чтобы мы сами управляли этими потоками, чтобы не столкнуться с большими социальными вызовами. Сергей, я вот когда говорил о том, что все изменится в экономике, вот вы тоже сказали, что металлургия была одной из отраслей, которая наполняла бюджет и кормила многих. И вот теперь очевидно, даже после освобождения Мариуполя Азов-Стали не будет, потому что нет завода, его расфигачили оккупанты, ну и таких вот проблем очень-очень много. Вот поэтому вопрос такой, вот как найти новые сферы, которые будут формировать ВВП, ну собственно, кормить страну и развивать ее? Смотрите, мы не должны, это не задача нас или государства искать эти сферы. Государство должно создать правила игры. Верховенство права и борьба с коррупцией это ключевые реформы. И когда это будет сделано, бизнес сам найдет те ниши, которые интересны. Что бы хотелось, что бы мы максимально либерализовали все, что только можно. И это будет нашим преимуществом, по крайней мере, лет пять до того, как мы не вступим в Евросоюз, потому что там все будет очень заберекартизировано и ограничено. Вот эта либерализация, Украина как страна, где можно делать все с точки зрения инноваций. Ну вот классический пример суррогатной материстов. Да, это такой маленький пример, но в Европе это может быть под вопросом, в Украине должно быть свободно разрешено. Все, что касается биомедицинских, любых технологий. Плюс в современном мире очень важный сектор, это сфера услуг. И оно будет развиваться, потому что чем дальше, тем люди меньше работают, больше отдыхают, и это тоже будет важно. Но главное это не государство определять какую-то точку роста, вкладывая туда очень много денег и так далее. Государство делает инфраструктуру. И тут нам очень поможет план Маршала, который будет создавать новую инфраструктуру, в том числе современную, которая сильно отличается от того, что мы имели до войны. Плюс государство создает правила игрок. Дальше, дальше, бизнес уже сам определяет, что ему и как делать. Ну это то, что собственно наши западные партнеры нами до войны говорил, или ребята давайте где там ваши антикоррупционные органы, что там у вас судебная реформа, вот это, что я так понимаю. И единственное требование, на чем базируются вот эти вот правила игры. Так? Да, да, потому что мы перед войной все годами последние, или 10, делали опросы инвесторов, и всегда ключевой вопрос, вот ты говоришь с инвестором, это инвестор отвечает, не рассказывайте мне, как ей заработать, я сам знаю, как заработать, обеспечьте мне безопасность. И безопасность нет, в том числе российские ракеты тогда не были аргументом, а безопасность от украинских избушников, украинских судей, прокуроров, вот всей этой тусовки. Поэтому если, ключевая задача, это самое сложное, это непросто, это судебная реформа и вот верховесство права. Если нам удастся это сделать, хотя бы приблизиться к каким-то там уровням Восточной Европы, не говоря уже, я там не верю в британское право, в Украине и уровень британского права, но приблизиться к Восточной Европе, это будет огромным драйвером на фоне прочего роста интереса к Украине, который сейчас наблюдается, которого не было никогда, и Запад, финансовые центры в том числе увидели другую Украину, потому что нас воспринимали как такой Афганистан на краю Европы, сейчас это совсем другое восприятие, и это может стать наряду с евроинтеграцией ключевым драйвером для входа инвестиций, но их надо не испугать, потому что если они придут и столкнутся с СБУшником, они испугаются, а дальше будет работать сарафанное радио, оно очень хорошо работает в том числе в мире бизнеса, потому что все друг друга знают, все со всеми пьют пиво или вино, и если кого-то обижают, то об этом знают все. А как вы думаете, нам вот этим вопросом надо озаботиться сейчас или не начать, но все-таки вопрос выживания наций стоит, уж никто не снимал, и если вот этот спор уже давно о внутренней политике, нет внутренней политики из-за войны, соответственно, нету споров по этому поводу, но у нас есть вообще люди, которые понимают, что вот это принципиальный вопрос будущего? Ну, люди такие есть, вопрос, где они находятся, и находятся ли они в тех кабинетах, в которых принимаются решения. Я думаю, что озабачиваться этим вопросом можно и сейчас. Вот мы увидели пример, назначили антикоррупционного прокурора, наконец-то, которого саботировали полтора года, назначили, Запад продавил это, и в итоге пошли дела, пошли привлечения, то, что система стояла очень долго и не двигалась. Во время войны, с одной стороны, да, наши все ресурсы должны быть брошены на противостояние российской вещи, но с другой стороны, судебная реформа, антикоррупционная, она же не отвлекает никого, она не мешает воевать с Россией, вообще не мешает. Более того, она помогает, потому что как-то так уж получилось, то, что мы видим, что наибольшие коррупционеры одновременно оказываются и наибольшими друзьями Путина. Как-то вот так случалось исторически. Это, наверное, и ценностно, и то, что их подловить легче многиного, но борьба с коррупцией так или иначе приводит к борьбе с агентами Путина. Классический пример вот эти вот СБУшник Наумов, который сбежал сейчас в Сербию. Ну, то, что он в Сербию сбежал, это, я думаю, вообще показательно. Ведь все знали, что это коррупционная фигура. Вот просто все, ну, то есть не было ни у кого вопросов. Расследований в СМИ было открытых столько, что просто там схемы делали, ну, и не только они, ну, да. Да, ну, то есть, но он оставался, и потом оказалось, что он предатель. Сюрприз, сюрприз. Поэтому, как бы это парадоксально не звучало, но когда мы говорим о судебной реформе и борьбе с коррупцией, это одновременно и усиливает наши позиции в войне с Россией. Да. Еще надо добавить, наверное, раз вы эту фамилию упомянули, что его назначенцы почему-то проявили себя в Херсоне так, что мы сейчас атакуем российских оккупантов именно в этом прекрасном городе. Так что, да, мне кажется, вот эту вот схему, что анти... путинские реформы, антитеррористические, в общем, военные, реформы в сфере справедливости, они как раз помогают этим вещам, о котором вы сказали. Сергей, вопрос такой. Я еще сейчас просто ремарку хочу помнить вот эту вот речь Путина перед вторжением, когда он пышал злобой одновременно и предвкушал скорую победу. Хотел на парад. Да, он уже так долго этого ждал и уже почти готовился, он был очень рад, вот его распирало это. Но он же там в своей речи вспоминал НАБУ, НАЗК, антикоррупционный суд, он вспоминал то, что ему не дает нормально, он называл в лицо своих врагов. То есть, он тоже знает то, о чем мы только что проговорили, что борьба с коррупцией это борьба с его людьми. Да. Нужно, мне кажется, признать, что мыслительный маньяк, и теперь, как выяснилось, бывший торговец газом, Владимир Путин, он в своих вот этих вот маньячных идеях абсолютно откровенен. То есть, они же вообще ничего не скрывают, они прямо говорят, что они хотят, тут всех убить и так далее. Но, у нас другое мнение по этому поводу. Сергей, вы сказали о плане маршала и о том, что государство должно создать инфраструктуру для того, чтобы пришел бизнес. Как вы видите, вот вообще, на что может Украина рассчитывать в части западных инвестиций и что такое план маршала сегодня? У нас же, он, наверное, все-таки называться будет по-другому, фамилия какая-то другая будет. Ну, это уже план маршала, это вещь в себе, да, то есть, это не принадлежит маршалу, да, тому генералу американскому, это принадлежит уже, ну, то есть, это название просто. Что мы можем рассчитывать? Я думаю, что речь идет о сотнях миллионов евро, которые будут увязаны с тарифами. Миллиардов, да, миллиардов, простите, миллиардов. Эти цифры подтверждают уже, ну, там, трехсотстраничный репорт Мирового банка, огромный такой, где они все посчитали, как, и там они сами говорят о сотнях миллиардов. И европейцы это подтверждают, скорее всего, тут будет лидерство европейцев, потому что, наверное, будут использоваться фонды европейские в рамках евроинтеграции. Я думаю, что никто не будет делать так, как хочет, например, господин Милованов, чтобы нам дали деньги, закрыли и отвернулись. Будет какая-то организация, которая будет управляться Европейским Союзом или Мировым Банком, и она будет финансировать проекты. То есть, Украина будет определять, какие проекты нам нужны, а финансировать эти проекты будут наши западные партнеры. И график этого финансирования будет, скорее всего, увязываться с исполнением винами реформ. То есть, будет такая морковка, двухвидовая, с одной стороны бабло, а с другой евроинтеграция, которая будет заставлять нас делать реформы. Если мы выполняем все в срок, то к нам заходят вот эти самые сотни миллиардов за несколько, ну, 5 лет, не знаю, сколько лет, 5-10 лет, и они, а, это идет восстановление того, что было разрушено, и б, создание чего-то нового. По принципам, по принципам, которые соответствуют современным стандартам. И тут, на самом деле, это огромный плюс, потому что нигде в Европе очень часто уже все построено условно, да, и с нуля вы ничего не построите, надо впихиваться и так далее. Тут условно, если разрушен квартал Харькова, вы приходите и строите квартал Харькова заново, но, соответственно, всем стандартам. Не точечную застройку, как привыкли мы в Киеве видеть, а системную застройку, которая соответствует всем правилам. И восстановление в итоге сделает тот город, который будет восстанавливаться, гораздо лучше, чем он был до этого. Там куча бюрократических проблем, куча всего, вот это надо готовить уже сейчас. Законодательную базу, бюрократию, как-то это прописывать, чтобы, когда деньги уже были готовы, чтобы мы их могли направлять. То есть, первое, это такое восстановление, но по современным стандартам, а второе, создание с нуля чего-то нового, чего у нас раньше не было. Тут, я думаю, что речь идет и о больших экологических программах, и по инфраструктурным вещам, например, создание современной трассы, ЖД-трассы Киев-Варшавы. Потому что мы же видим это расстояние, которое во Франции поезда проезжают за два часа. Но в Украине, в Киеве, это от Киева до Варшавы ехать и ехать и ехать. Больше 12. Да, условно, и ТиЖВ нам бы тут не помешало. Ну, или там Киев-Варшава и Киев-Одесса. Киев-Одесса 460 километров. ТиЖВ это прошло бы за полтора часа. И это был бы такой драйвер для внутреннего туризма и прочего, 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 что даже трудно представить. Поэтому я думаю, что вот такие проекты, в транспорте и в энергетике. Скорее всего, будет активная инвестиция в украинскую энергетику, помогающая нам уйти от угля и перейти и больше атомной, и больше любых там экологически приемлемых видов. В том числе, я думаю, для нас критически важно это, вот мы тут не злым тихим словом все маска вспоминаем, да, но вот ключевое сейчас во всей этой модели при отказе от угля, это накапливать где-то энергию и выпускать нужные моменты. Потому что уголь давал нам маневренность, а маневренность, кроме угля, наверное, может дать только газ. Если мы и того, и того избегаем, то нам нужны батареи. Вот это все будет каким-то элементом планомаршала по тем проектам, которые Украина подготовит совместно с Европой, совместно с Мировым банком и которые будут финансироваться Западом. Прикольно. А как вы думаете, а что еще надо? Например, идея вот этого скоростного ЖДН-транспорта, они звучали и до войны, особенно, я еще помню, я в Москве работал, когда в Мордоре они создали первую скоростную дорогу, условно скоростную, которая для Европы не скоростная, между Питером и Москвой. У нас тоже об этом говорили, и тогда я еще помню, последний посол Украины в России говорил, давайте сделаем такое между Киевом и Москвой. Сейчас понятно, что это направление не рассматривается, но идея сама, вот то, что вы сказали, между Варшавой, по-моему, это круто. А если помечтать, что еще в части вот этой вот инфраструктуры, которая создает условия для прихода денег? Я думаю, речь будет идти о туннелях в Карпатах, потому что у нас гораздо меньше туннелей, чем вообще в процентном соотношении где угодно. То есть, вот то, что касается инфраструктуры дорожно-транспортной, почему у нас до этого не делалось, это очень дорого просто, для Украины это очень дорого. Ведь колея, о которой мы говорим, надо класть отдельно новую колею для этих поездов, хотя бы, и причем эта колея должна быть по европейским стандартам, с расстоянием вот этим, не российско-имперским, да, которые когда-то получились именно такими, по европейским, чтобы поезд шел, не останавливаясь из Киева до Варшавы и шел быстро. По украинским дорогам это невозможно, по украинским ЖД дорогам это невозможно. Поэтому, вот тут, вот, больше дорог, больше туннелей, больше ЖД сообщения, аэропорты, ну, аэропорты, речь будет идти прежде всего о восстановлении этих аэропортов. Что еще? Я думаю, атомные станции будут входить, но это уже по части энергетики, потому что это и так было уже в планах сотрудничества с американцами, построительства тут множества новых атомных станций, которые при создании инфраструктуры, мы же сейчас интегрировали наконец-то в европейскую сеть, смогут нам обеспечивать экспортную выручку, в том числе, если станции будут работать, отправлять электроэнергию в Европу, где она дороже, это будет приносить деньги, причем деньги, если не мы оплачиваем создание атомных электростанций, то это вообще деньги бесплатные выходят и большие. Поэтому, что еще может быть? Мне где-то какая-то мечта, чтобы были экологические проекты, потому что, сидя в Киеве, мы видим, что, например, во что превратился Днепр, и в Европе есть опыт, как речки возвращаются к нормальному состоянию, это, наверное, очень дорого, но сейчас на фоне тяги Мирок и на фоне Греты Тунберг и прочих тенденций, я думаю, что это реально было бы продавить. Но это, я про такое не слышал, это мне вот лично бы хотелось, чтобы какие-то экологические проекты, потому что то, что мы знаем про Украину, это то, что у нас огромные проблемы с экологией, да, и с качеством воды, например, качеством воздуха, поэтому вот такие вот экологические вещи, что еще, я думаю, наконец-то мы можем заняться миллиардацией в Херсонщине, Одессе, Николаеве, особенно учитывая, что на фоне глобального потепления там будет опустынивание идти, и нужно будет активно вкладывать в те регионы, чтобы сохранить их как сельскохозяйственные регионы. Опять же, это всегда было очень дорого, большие проекты в рамках такого большого плана Маршала это возможно. Да, единственное, я хотел добавить, даже не добавить, в подтверждение ваших слов сказать, что у нас вообще-то с американцами энергоатом подписал пока меморандумы, но речь идет о 15 атомных блоках, и это больше, чем у нас есть сейчас, и вообще Европейский Союз атомную энергетику в феврале этого года назвал зеленой энергетикой, то есть энергетикой, в которую нужно вкладывать бабло. Вопрос такой, на бабле, Сергей, вот интересно получается, российские фашисты, кроме того, что убили тут десятки тысяч людей, хотят еще убить, это человеческий фактор, мы никогда не забываем, но все равно говорим об инфраструктуре, в данном случае, они тут дофига чего раздолбали, и заводы побили, и мосты, и так далее, и так далее, оплатить должны за все европейцы и Запад, не кажется ли вам, что как-то здесь какой-то диссонанс в этом деле? Ну, просто мир вообще несправедливый, поэтому теоретически, конечно же, лучше было бы, чтобы заплатили россияне, но чтобы они заплатили, для этого нужно войти, спалить Кремль, захватить Москву, в противном случае, мне трудно представить, как без смены режима, они согласятся оплачивать эти счета, касательно российских активов, тут же вопрос возникает, да, российские активы есть, они заморожены, те же резервы Центрального Банка, но я думаю, что сейчас пока что, пока что американцы, британцы, европейцы не готовы открывать своеобразный ящик Пандоры, потому что эти деньги есть, но они заморожены, между заморозкой и конфискацией огромное просто, огромное расстояние, кажется, что это одно и то же практически, но нет, почему, потому что в чем модель вот этой заморозки, есть режим, который ведет себя недоплатно, у него есть деньги, эти деньги считаются деньгами народа, народ страдает от режима, значит, деньги замораживаются, пока не приходит нормальный режим, который олицетворяет светлое, доброе и прочее, и деньги размораживаются, и народ снова может пользоваться своими деньгами, тут нет наезда на право частной собственности, если же эти деньги будут конфискованы, то это будет удар именно по частной собственности, и я думаю, что Лондон, Нью-Йорк этого очень боятся, потому что тогда могут возникнуть вопросы у самого широкого круга других людей, из других точек мира, которые сейчас хранят деньги там, потому что Лондон, Нью-Йорк почему доминирует в мире, это в том числе финансовый центр мировой, потому что Китай может все что угодно рассказывать, но пока китайцы покупают своим детям квартиры в Лондоне, и хранят деньги в лондонских и нью-йоркских банках, то они все равно не будут ровнее американцев и британцев, и потерять такой статус для них очень опасно, для них дешевле найти в фондах своих сотни миллиардов евро для восстановления Украины, и потом возможно получить компенсацию через 30-50 непонятно сколько лет от россиян через судебные инстанции, чем подорвать доверие к себе со стороны индийских олигархов, африканских олигархов, бразильских олигархов, не знаю, мадыкаскарских олигархов, которые задумаются, что рискованно хранить деньги в Лондоне и в Нью-Йорке и подумают, ну где нам еще хранить, ну вот в Дубае, да, вот куда сейчас куча-куча россияне туда помчались, да, потому что там они принимают всех со всех сторон, ценности у них особо нет, им плевать на ценности, и Лондон и Нью-Йорк, я думаю, боятся этого. Сергей, финальный вопрос, я правильно понимаю, что план Маршала, о котором мы говорили, и возможно он будет называться как-то по-другому, но суть его от этого не меняется, что это будет программа вступления Украины в Европейский Союз? Да, я уверен, что это будет привязка. Что по срокам скажете? Ну, мне кажется, реалистично видеть наше вступление в ЕС 5-10 лет. Тут много зависит уже от, ну как долго война продлится, а во-вторых, как быстро мы потом будем делать реформы. Если быть настроенным и делать реформы, в том числе верховестного права и борьба с коррупцией, что никогда не нравится политика никогда вообще. Если быть настроенным, то можно успеть за 5 лет. Вот окончилась война, прошло 5 лет или там от текущей точки 5 лет, и мы вступили. Реалистично же, наверное, я бы смотрел на цифру 10 лет, учитывая наш предыдущий украинский опыт реформ. По-моему, это все равно оптимистично. Мы через 10 лет станем только всего лишь на 10 лет старше. Сергей, я благодарю вас за ваши мысли. Зрителям напомню, что в рамках нашего проекта о деньгах, о бабле мы говорили с Сергеем Фурсой, инвестиционным банкиром вообще-то. И что получается? Вот, Сергей, такая ремарка. Сколько бы мы не говорили о деньгах, как будет выглядеть украинская экономика после войны. есть одна общая тенденция. Ни у кого нет сомнения а в победе Украины, б нет сомнения в том, что Украина была в Ей Буде. Спасибо вам за беседу. Вам спасибо. Спасибо.